Любимый город, с днём рождения, он сегодня как никогда яркий и динамичный. Одно мероприятие сменяет другое, и это мероприятие, которое могут заинтриговать самого требовательного жителя города, потому что город старался порадовать вас самыми-самыми интересными мероприятиями. Ну а у нас на красной дорожке грани продолжают приходить гости, и я с радостью встречаю. Константин Зеленко, директор Днепропетровской региональной дирекции Укрпочты. Здравствуйте! Вместе с супругой Марией праздником вас, с днём города! Добрый день, господи! Какие впечатления, какие эмоции, где были, что видели? На самом деле здорово, шикарно. По городу проехались, посмотрели, фестивальные посмотрели. Ну здорово, интересно. Город яркий, это радует. И динамичный? Очень динамичный. Амбициозный? Не то слово. Скажите, пожалуйста, Мария, а вы, как женщина со своей стороны, скажите, пожалуйста, что должна каждая женщина сегодня сделать своей улыбкой, чтобы до конца праздничного дня всё-таки тучи ушли? Ну, каждая женщина должна оставаться собой яркой, немножко загадочной, красивой. И тучи с самой собой разойдутся. Скажите, пожалуйста, Укрпочта сегодня, вот как, собственно, и 34-й канал несколько лет тому, вот такой новый виток в жизни. Что это за виток? К чему стремитесь? К чему идём? Идём, на самом деле, мы хотим стать более динамичными, догнать 34-й канал. Мы хотим стать быстрее, мы хотим стать более ориентированными на клиента, модернизироваться, развиться, стать современной структурой, которой люди будут рады пользоваться. Современным сервисом? Сервисом, ну, сервисная структура, да. А коллеги Укрпочты празднуют день рождения города на рабочих местах или всё-таки выходной сегодня? Почта работает всегда, в любую погоду, в соответствии со своими графиками. Безусловно, на сегодня отделение, те, которые должны работать, работают. Вот. Какие настроения вообще в коллективах, вот с такими кардинальными обновлениями? О, очень разные, на самом деле, так как модернизация, это сложный процесс, на самом деле, сложный и очень болезненный процесс. И поэтому настроение, ну, большинство людей это приветствует. Вот сейчас там провожу какие-то встречи с отделениями, и на самом деле, вот когда там с руководителем отделения общаешься, это было три дня назад в Синельниково, мне говорят, давайте поработаем вместе как можно дольше. То есть, в самом деле, они приветствуют эти изменения, радуются. Но, безусловно, есть люди, которым не нравится. Ну, ведь это же, как, смотреть, как летают мухи лениво, кому-то тоже нравится, а тут гоняют, заставляют работать. Вы верите в силы своих людей? Да не просто верим, мы абсолютно точно знаем, что они есть. А, скажите, вот когда, вот знаете, вот говорит апгрейд, это новое слово, конечно, ну, может быть, оно и не совсем правильно, но вот тот апгрейд, который вы ожидаете, когда реально увидеть? Дедлайн вы для себя ставите? Вы знаете, он происходит каждый день, он не произойдет как вот щелк, и все произошло. Без конечного результата вот этот дедлайн, вот здесь мы увидим то-то, то-то не будет. Вы будете постоянно обновляться. Вы знаете, вот я сегодня, ну, проверял, как работает там некоторые сервисы угропочты, и я там заказал что-то на Розетке, Розетка начала все это доставать. Ах, вот так даже, своих сотрудников. Ну, вообще, в принципе, как все это работает. И сегодня получил. Так я скажу, что Розетка собирала посылку три дня, а мы доставили за один. Вот, супер! Я вас безграничная рада за такие вот стремительные, кардинальные изменения, модернизацию, синергию и конвергенцию в одном таком лице, будем так говорить. Скажите, пожалуйста, что бы вам сегодня хотелось сказать всем жителям, не только Днепра, собственно, всей Украины, наверное, учитывая то, что почтой пользуются мы, ну, очень часто? Верьте в нас, мы все сделаем, мы вас любим. И все будет хорошо. Все будет хорошо. Иначе быть не может. Редному месту, ваше привитание. Совсем недавно наш город получил новый логотип, который мне лично очень нравится. Днепро, хвилюющее место. Сегодня, когда шел сюда, я понял, что вот я хочу сказать, очень хочу сегодня сказать, хвилюючему месту, хвилюючий канал. И все-таки я хочу поздравить канал с юбилеем. И мы, ну, как почта, что мы еще можем придумать-то? У нас марки, хорошие, красивые марки. Это что, марки 34-го телеканала? Да, это марки 34-го телеканала. Ура, внимание, у нас есть личная марка. Это настоящие марки, если вы их наклеите на конверт, то он дойдет, куда там должен дойти, куда вы его отправите. И на самом деле, видите, здесь 34-й канал, 25 рокеров. Так вот, я вам желаю, чтобы здесь было 50, 100, а мы радостно будем присутствовать на ваших праздниках. И вот обещаю, что каждый раз будут новые и новые марки. Спасибо вам огромное, спасибо, Константин. Это был директор Днепровской региональной дирекции Украины, Константин Зеленко. Спасибо вам огромное, вас в Днем Города еще раз спасибо за... Это просто невероятно. У нас есть собственная марка теперь 34-го канала в честь 25-летия, в честь старта нового телевизионного сезона. Ну и позвольте вам сегодня вручить вот такой вот подарок 34-го канала. Я надеюсь, что не только в сырую осень он будет вас согревать, но и летом на пикниках. Спасибо вам. Спасибо вам огромное, с праздником. Вот так вот, ребята, вот никто не думал и не ожидал, что можно в день старта юбилейного сезона получить собственную марку. Марку 34-го телеканала, с которой на конверте можно отправить письмо в любой уголочек мира. Что ж, продолжаем наслаждаться праздником под названием День Рождения Родного Города. Вдохновляйтесь, мы ждем здесь вас в уголочке возле мэрии и с нетерпением жду нашего именинного торта.